Привет, меня зовут Батархан, мне 27 лет. Я занимаюсь фондовым рынком, финансы, инвестиции, все околофинансовое. С Алимой мы вообще познакомились на самом деле благодаря социальным сетям, благодаря ее активности. Она же писала статьи непосредственно, и я часто встречал ее статьи. Ну и мне понравился ее слог, ее стиль написания. Я решил, что было бы круто связаться с ней напрямую. Всем привет, меня зовут Алима Пардашева. Я журналист, редактор, работаю HR-маркетологом в Курсив Медиа в деловом издании. Мне 24 года, ну я всю жизнь занимаюсь журналистикой, поэтому веду телеграм-канал «Пардашьян» о медиабизнесе и журналистике и одноименный подкаст коллеги «Пардашьян». Наверное, я нервничаю скорее из-за съемки, чем от присутствия бывшего, но чувствую себя прекрасно и не ощущается какое-то напряжение из-за предстоящего разговора. Наверное, так. Все началось непосредственно, когда на нее напали. Была такая громкая история у нее в жизни, когда на нее в баре, кажется, кто-то напал. И я, будучи, скажем так, фанатом тех текстов, статей, которые она выдавала, мне стало очень некомфортно, что кто-то напал на журналистку. И я решил написать и уточнить, могу ли я чем-нибудь помочь, даже находясь в другом городе. Вот, в принципе, непосредственно с этого все наше взаимодействие началось. Мы познакомились через Инстаграм, вживую. То есть мы, можно сказать, встречались совсем ничего. Мы провели совместно две недели. То есть у нас были отношения на расстоянии, поскольку я жила и работала в Москве, а он в это время был в Астане. Я могу ошибаться, но примерно это было в 2020 году. Но просто встречались мы, на самом деле, недолго. Это было что-то вроде четырех месяцев. Но в совокупности можно сказать, что мы знаем друг друга чуть больше года, надеюсь, я не ошибаюсь. По-моему, здесь стоит начать непосредственно, получать с момента знакомства. Мы переписывались долгое время, потом все это плавно переросло в то, что мы начали созваниваться. И созванивались мы довольно часто, и наши разговоры были очень долгие. И в один момент я просто понял, что нам нужно увидеться, потому что я чувствовал эту потребность. И я полетел в Москву, чтобы встретиться с Алимой в Москве. Она проживала на тот момент, получается, в Москве. И проведя некоторое время уже там, в Москве, вместе, мы поняли, что, скорее всего, нам нужно быть вместе. Да, но конфетный, букетный период, наверное, был, когда я приезжала, прилетала в Алма-Ату, и у нас первое свидание было на рыбалке. Потому что он спросил, а куда ты хочешь пойти? Я говорю, хочу на рыбалку. И он такой, давай. И мы пошли на рыбалку, это было очень романтично. Я не знаю, ты говорил или нет, но здесь надо сказать, что Ватра меня очень долго добивался. Я не обращала на него внимания. Он мне писал в Инстаграме. Я еще, у него еще, он же хорошо сохранился. Я смотрю на Аватарку, думаю, что какой-то старшеклассник какой-то, что он мне хочет вообще? Кто это? Зачем ты мне написываешь? А он там такие лангриды, короче, напишет. Он слушал мой подкаст, был подписан на мой Телеграм-канал. Говорил, прям комментировал каждый мой выпуск. Я такая, вот что не лень человеку. Вот, и он несколько раз предлагал встретиться. Но я была в Москве, и вот как раз я приезжала в Алма-Ату, и он сказал, я хочу с вами встретиться. Он живет в Астане, и он ради меня прилетел из Астаны в Алма-Ату, и мы пошли на рыбалку на первое свидание. Вот. Подтверждаю. На первое свидание, на которое я на час опоздала, кажется. Да, да, она опоздала на час. Да, непосредственно на рыбалке. Да, там вообще супер история была. Мне кажется, я никогда это не забуду, потому что это была моя первая рыбалка в моей жизни. Батер, у него есть опыт охоты и опыт рыбалки. Я такая, блин, ты то, что мне надо. Мне, типа, надо научиться, я хочу. Мы приезжаем, значит, в рыбацкую высадьбу, он там заказал такси, такой ждет, как джентльмин встретил меня, забирается с дома, и там мы едем. И идет дождь. Вот мы только приехали, идет дождь. Я такая, блин. Но это хорошо для рыбалки, потому что, ты рассказывал, что рыба ближе к берегу, короче, подходит. Я такая, ну, хорошо, мы посидели у водителя, с которым мы приехали, выпили сидра, идет дождь, мы смотрим на водичку, и в этом была какая-то супер романтика. Потом он начал меня учить, как, короче, ловить рыбу. Там удочка, не удочка, все такое. Я, конечно, нифига не понимала, но я сделала вид, что я что-то поняла. Я такая кинула удочку, и мы сидим, ждем, о чем-то разговариваем. Да, первый поцелуй, когда мы ждали, и рыбу произошел. Но самое интересное было, когда мы уже заканчивали свою, типа, рыбалку, мы не словили ни одну рыбу. И какая-то рыба вышла за берег, и почему-то, я не знаю, зачем я это сделала, Батра очень долго смеялся, но и как-то достаточно часто припоминает мне это. Я забрала с собой, прям, прям замотала в пакет и забрала с собой мертвую рыбу, которая лежала на перепол. Ну, мне было очень персонально как-то обидно, что мы не словили рыбу, хотя мы провели там, сколько, 3-4? Да, около 3 часов. Достаточно много часов, да. И я такая взяла и ушла. Он даже мне ничего не сказал, но он супер вежливый, и он такой, ну ладно. Первоочередно признался я. В целом инициатором всей этой движухи был я, поэтому, как она, в принципе, Алимай говорит, то, что я добивался, комментировал, слушал и так далее. Такие, не знаю, предпринимал определенные усилия для этого, в том числе я, поэтому первым признался я, насколько я помню. Да, мне кажется, я как-то естественно разгонялась. Ну, то есть, когда мы встретились в Алмате, и я потом улетела в Москву, я как-то была достаточно холодна. А вот когда мы уже пожили вместе неделю в Москве, или чуть больше неделю, я, вот, кстати, путаюсь в цифрах, неважно. Тогда, мне кажется, я стала больше его узнавать, и как-то вот тогда взаимная, взаимная любовь, наверное, наступила. И после этого у нас было отношение на расстоянии, да. Да. Касательно детей, честно говоря, я не помню, но касательно брака были разговоры. Я помню, как еще этот фотки себе скидывал со Стёбом про то, какое у него будет свадебное пати. Там такое максимальное, короче, это традиционное платье. Ну, это чисто в виде, я не знаю, прикола было. Я скидывал, и она психовала, потому что у нее немного взгляды на все это совсем с другой стороны. Она скидывала мне в ответ другие фотки. Но это просто было на уровне обсуждений, наверное, никакой конкретики, никаких серьезных сроков, никаких серьезных дат. Ничего такого не было, насколько я помню. Но мы, я помню, что мы достаточно часто это обсуждали. И вообще-то детей мы тоже обсуждали. Я помню, что ты говорила, типа, чем больше там пятеро детей, в основном. Ну, это тоже было наполовину в шутку, но в каждой шутке есть доля правды, мне кажется. И каждый как-то через шутку, ну, то есть серьезных разговоров и планов как-то мы строили, но через какие-то такие шутечки мы выражали свои желания, там, как-то так, наверное, это происходило. Просто конкретно в нашем случае, мне кажется, мы изначально были сконцентрированы на том, чтобы, если это про то, чтобы построить отношения, то для начала нам нужно было находиться в одной локации. Вот это было более приоритетным, нежели свадьба, там, дети и так далее, и так далее. То есть для начала нужно было сделать так, чтобы отношения были стабильные, да, чтобы мы могли видеться, встречаться на постоянной основе. Но она была там, у нее была работа, карьера, все дела. У меня все начиналось в Астане. Я как раз в этот момент только уволился с наемной работы и уже ушел там в свое свободное плавание. И тоже у меня несколько бизнес-проектов, которые я только-только начал поднимать. На меня там тоже большие ставки. И мы понимаем, что я не могу уехать, она не может уехать оттуда. И вот в этот момент как бы мы больше сконцентрировали были не на свадьбе и не на детях. Вот, по-моему, как-то так. Ой, интересно ты рассуждаешь. Ну, да, в этом я частично, наверное, соглашусь в том, что это была проблема, да, то, что расстояние, и я вот как-то думала в Алмату вернуться, но мне не хотелось. Потому что у меня там работа, новая жизнь, и вот это все. И он хотел переехать в Москву, но как-то у него семья, имеется в виду мамы, там, братья и так далее. И в этом плане было сложно, сложно. Но, мне кажется, мы изначально такие очень на ценности подходили в плане взгляда на семью. Ну, то есть мы не child free, мы хотим детей, и мы хотели семью. Ну, то есть в этом плане мы подходили именно верно, поэтому, несмотря на то, что мы встречались на расстоянии и не так долго, мы все-таки позволяли себе думать об этом, говорить об этом и что-то там себе воображать, скажем так. Ну, преимущественно, да, это было основной причиной. Ну, мне кажется, основной проблемой, когда человек на расстоянии, это когда он не отвечает долгое время на сообщение, либо он, не знаю, не берет трубку телефона, либо что-либо еще, что-то подобное. Ну, в целом, я сам человек, не знаю, хладнокровный, и мне очень сложно вывести из себя, поэтому я не помню, чтобы, условно, что-то меня дико выбесило, и я был, не знаю, очень зол на тот или иной факт. Вот. В целом, у меня из моих каких-то вот моментов, где я был, не знаю, немного зол, это было, возможно, связано с тем, что она долгое время отсутствовала. Да, ну, я бы к этому еще добавила, что, ну, да, хорошее замечание ты сделала про себя, то, что ты хладнокровный, ну, то есть я более такой эмоциональный человек, мне нужно быть в контакте с человеком, мне нужно транслировать всю себя, в конце дня рассказать все, что у меня вообще за день происходило, там, поныть, поплакаться, порадоваться. И от своего близкого человека, наверное, я тоже жду того же, что у него будет потребность во мне делиться тем, что у него происходит. И в плане расстояния и вот этой вот нехватки близости, когда ты, когда человек сам по себе такой закрытый, не рефлексирующий, и ты узнаешь о каких-то его передвижениях, так скажем, через Инстаграм, это сложно, вот это, наверное, очень сложно. Вот. Да, я подтверждаю это. Ну, в целом, со мной, в принципе, это не первый человек, который мне говорит, что немного сложно какое-то взаимоотношение выстраивать, потому что все-таки, не знаю, у каждого же человека есть свой характер, нрав, психотип и так далее. Ну, и мне комфортнее, что какие-то вещи, я не вижу смысла их, не знаю, рассказывать всем, даже близким и так далее. То есть, все-таки, какой-то жесть, не знаю, как это правильно преподнести, стоицизм, возможно, если есть та или иная проблема, либо какая-то мелочь, ты ее должен просто пройти самостоятельно. Да, помнишь, когда я прилетала в Астану, мы с тобой как раз сидели в куктеме, в кафе, и мы обсуждали, что даже если мы жили бы, типа, вместе, вместе, скорее всего, в твоем графике было бы очень мало времени для меня, это раз. Во-вторых, наверное, ты бы все равно не рефлексировал. Не разглался бы. Ну, это, наверное, моя особенность, скорее, то, что я такой суперрефлексирующий, такой эмоциональный транслятор, и в этом плане у нас был бы затык, и мы это как-то обсуждали, да. Да, мы это обсуждали, мы знаем, что это одна из проблем, и мы ее, скажем так, определили и поняли, что нам с ней не сработаться, ну, с этой проблемой. Ну, да. Ну, вот здесь, по идее, очень просто, мне кажется, ответить на этот вопрос. Манипуляции навряд ли, поскольку основное взаимодействие первоочередное были это сообщения, да, это текст. И текст, я просто, допустим, по сей день, чуть ли не ежедневно, пишу различного рода текста, и ты там пытаешься в этих текстах каким-либо образом манипулировать, но текст, он сухой, он не передает голос, он не передает эмоции, это просто слова, и то, каким образом ты это читаешь, воспринимается от тебя самого. Поэтому изначально не было каких-либо манипуляций, и скорее больше экологичные, я бы сказал. Манипуляции, по-моему, возможно, когда вы видитесь, и ты там уже, не знаю, применяешь НЛП, социальную инженерию, ментальные техники, вот это вот все. Поэтому мы, мне кажется, уже мы не из той категории людей, где можем не прочувствовать манипуляции, что ли. Мне, допустим, довольно-таки легко отсканировать человека и понять его умысел, его желания, скажем так. Потому что у меня большой, богатый опыт работы в HR, это управление персоналом. Я нанимал людей, увольнял людей, собеседовал и прочее, прочее. Поэтому у меня с манипуляциями сложности нет. Вот как-то так. Поэтому манипуляции со стороны Алимы не заметил. Мне кажется, что мы очень хорошо как-то... Проговаривали все. Ну, во-первых, да, мы все проговаривали, и любые проблемные моменты. Я в целом такой человек, который очень хорошо фиксирует, если что-то идет не так, и не манипулирует, а прямо говорит, типа, вот, ты меня бесишь, там, реши эту проблему, пожалуйста. Давай что-то делать с этим. Вот. И в целом, мне кажется, мы с тобой как-то уважали личные границы, уважали личное пространство, поскольку мы оба в разной степени медийные люди, которые занимаются контентом, и мы как-то вот старались друг друга поддерживать. Наверное, с моей стороны, нисколько манипуляция, а была такая словесная агрессия, скажем так. Но я это объясняю скорее тем, что я недополучала какой-то уровень близости, к которой я привыкла, и, наверное, поэтому я как-то могла взорваться. Ну, не так, что с оскорблением кричать, но с легкой ноткой наезда, скажем так, да. Нет, наезжая я всегда очень прямо, типа, шут, ну, я шучу, да, ну, примерно так, да. Я сразу отвечу, у меня есть момент самый любимый, который именно у меня в голове висит. Это, по идее, не один-два момента, они оба в Москве были. Первый, это когда я только прилетел, получается, заказал такси, приехал, и она должна была спуститься, встретить меня, и я сам в итоге там через каких-то бабуль пролез в этот подъезд, зашел непосредственно в ЖК, и она только спустилась с лифта, и вот этот вот момент встречи после долгой разлуки, вот этот вот момент, он у меня очень сильно зацепился в голове, потому что мы там обнялись и стояли, я не знаю, минут пять, наверное, люди проходят мимо, мы там стоим в объятиях, и, ну, довольны тем, что, наконец-то, после долгого периода времени мы, наконец-то, встретились. Это момент первый. Момент второй был тоже в Москве, когда мы, ты меня повела в какой-то клуб или бар. Ровесник. Ровесник, вот, да. И перед ровесником, там еще, это был декабрь, и шел снег, то есть уже ночь, и такой легкий снег шел, там еще так фонари светят, и такая, не знаю, атмосфера была, которую я запомнил. Мне вот этот вот момент мне понравился. В целом, когда я какие-то, у меня есть воспоминания с Алимой, преимущественно я вспоминаю вот эти дни, когда мы были в ровеснике, в Москве и так далее. Блин, у меня есть смешное и есть нейтральные воспоминания, самые классные, но в целом они так или иначе связаны с едой, потому что я помню, что когда мы жили в Москве, я готовила ему завтраки, я человек, который вообще не готовит. Ну, то есть для меня готовка для избранных, для остальных есть Яндекс.Еда, там, Глоба и прочее. Ну, то есть я готовлю супер редко, но когда мы жили вместе, я практически каждый день готовила для него завтраки, причем я ненавижу каши просто всем сердцем, но он любит. Я такая, я даже не умею манную кашу варить, и я ему сварила какую-то жижу, он такой, очень вкусно. Он такой, очень вкусно. А я сама попробовала, я такая, блин, это вообще не съедобно, как-то это невкусно, не секси. Все зависит же от степени того, насколько ты голоден, поэтому когда ты типа не ел два дня, это вкусно. Я еще помню момент, когда он уснул, и я пошла покупать, типа что-то я проголодалась, мне хотелось чего-то жирного, я сходила, купила шаурму и пиво. И захожу такая с баночками пива, он даже не выслышал, взяла ему и себе шаурму, они были очень вкусные, но холодные. А у нас не было в жилье микроволновки, ну то есть она была вся такая крутая, но почему-то микроволновки не было. И он просыпается, такой смотрит, ты что, уже сходила в магазин? Говорю, да. Я спрашивала, будешь шаурму? Он такой, давай. Я говорю, давай в духовке я тебя подогрею, ты поешь. А они еще с халапенью, блин. Он такой, нет, не надо, нет, не надо. Я говорю, да подогрей я. Он такой, нет, не надо. И он взял и съел холодный супер. Напоминаю, это была зима в Москве. Он съел холодную шаурму с таким видом, как будто это самое вкусное, что он ел в своей жизни. Я думаю, что он просто был излишне вежлив и не хотел, чтобы я там напрягалась, возилась с этой духовкой. И он прям полностью сел эту шаурму. Я смотрела, как он ест и вообще ест все, что я ему даю, там, готовлю. Я думаю, вот этот человек. К расставанию привело то, что, ну, скорее, тут более корректно, кажется, ответишь ты, потому что непосредственно инициатором расставания также была Алима. В моем понимании, в целом, я жил обычную жизнь, да, были обычные дни, и в моем понимании все было хорошо. Но спустя несколько там созвонов общения с Алимой, я начал понимать, что есть проблема. Я пытался понять эту проблему. Ну, как кажется, позже я понял. Мне кажется, будет круто, если ты объяснишь, в чем основная причина расставания. Ну да, мне кажется, мы достаточно долго говорили по телефону в целом. Достаточно долго могли обсуждать наши отношения, и со временем я начала ощущать, что, во-первых, мне недостаточно той уровня рефлексии, близости, которую может человек дать, и плюс он как-то собирался в Москву, но потом передумал, и я тут как-то... Ну, то есть была какая-то неопределенность и сложность в расстоянии, и совокупность всяких разных факторов вокруг этого. И, наверное, в какой-то день я просто поняла, что надо расставаться. Вот. Я, кстати, что-то не могу даже вспомнить, что именно послужило триггером. Ну, я помню, что я возвращался с работы домой, ты мне позвонила и сказала, что ты хочешь, чтобы мы расстались, все, что я помню. Вот. Ну и потом мы там с тобой начали пытаться разбирать причины и так далее. Но в целом, я думаю, какой бы ни была причина, там основной триггер, преимущественно, это результат расстояния, просто того, что мы находимся долго время растениями. На половину. На половину, да. Ну, скорее, это первая причина, а вторая причина, то что... У меня низкий эмоциональный интеллект? У меня низкий эмоциональный интеллект. Я... И... низкий уровень эмпатии. Низкий уровень эмпатии. Ну, может быть, он на нормальном уровне, может быть, это у меня... Завышенные требования? Какие-то, да. И... Я всегда еще в людях суперрефлексирующих, супероткрытых, супер таких... Ну, вот. Как-то так. У меня есть две вещи, подаренные мне Алимой, которые у меня есть по текущий день. Первая — это книга. Кажется, ясно, понятно. Да. Которую ты до сих пор не прочел? Которую я до сих пор не прочел. Потому что... Ну, у меня там книг 50, наверное, мне подаренных. Я пытаюсь читать. Вот. И... У нее был какой-то конкурс в телеграм-канале коллеги Пардашьян, в котором я поучаствовал. Нужно было написать отзыв о подкасте. И я забабахал там тоже Storytel, отзыв о ее подкастах. Вот. И так получилось, что я выиграл. Вот. И с учетом того, что я выиграл, она должна была подарить мне эту книгу. Ясно, понятно. Я не помню автора. Ильяхов. Ильяхов, да, точно. Потом как раз мы договорились, что она у меня спрашивала адрес, типа, куда мне отправить посылку. Я говорю, я заберу книгу у тебя с рук, когда ты будешь в Казахстане. И вот она прилетела в Алматы, и как раз я тогда прилетел со стороны в Алматы сюда, попросил ее там расписаться, поставить мне автограф. Потом забрал эту книгу. А второе, я помню, ты мне, я не помню в честь чего, ты мне подарила чемодан. А, это был день рождения. Это был день рождения? Да. Круто. Да, вот этот чемодан, он у меня дома тоже. И ты с ним катаешься? Периодически, да. Да. У меня, я вообще, я, наверное, очень люблю украшения, и всякие такие маленькие аксессуары с историей. Я помню, что мы гуляли по Москве, мы зашли в Винзавод, а мы ходили на выставку, блин, это тоже классный был день, мы ходили на выставку в Винзаводе, и она была посвящена переработке вторсырья, что-то такое, да? Нет. В зависимости от телефонов, социальных сетей, да, да, все это вспомнили. Да, технологический прогресс, и вот это все. И получается, когда ты выходишь из Винзавода, во дворе есть такой небольшой ларек, где очень много всяких разных значков, колечек, всяких разных безделушек красивых, очень красивых. Вот, я помню, что мы вместе зашли, он себе какие-то сувениры купил братьям и еще кому-то, и я себе взяла, мне очень понравилась брошка такая в виде самолётика, вот, и прозрачное колечко с такими запечатанными внутри цветочками. Это было, выглядело очень мило. Оба вещички я до сих пор ношу, но вот, брошка, наверное, больше всего мне запомнилась, потому что, ну, во-первых, она красивая, во-вторых, в этом что-то есть, поездки, путешествия, и то, что это был его типа отпуск и поездка, ну, как-то я, наверное, это сложила в какой-то такой пазл ассоциативный, вот, наверное, так. В целом, я еще помню, знаешь, мы с тобой уже были не в отношениях, я открываю инстаграм, и от тебя прилетело сообщение, публикация, типа, какие-то сережки, ты такая, я хочу эти сережки. Да, точно. Потом, типа, купи мне, что-то типа такого, и мы уже были не в отношениях, но я тебе их купил, насколько я помню. такая наглая девочка, ужас, ужас. Они у тебя, эти сережки? Да. Все круто. короче, они закончились, но я взяла в виде сердечек, я их ношу, там, в инстаграме можно посмотреть, ну, они тоже классные. Круче, кэшбэк в отношениях, Да. Мне было грустно, на самом деле, просто возвращаясь обратно к той же, в основной причине, по которой Алима захотела расстаться, условно, моя неэмоциональность, отсутствие эмпатии, вот это вот прочее, если все это в купе брать, то как раз-таки, даже после расставания, это вот, вот это вот все, оно также остается же при мне, я же не изменился, поэтому у меня, на самом деле, в 90% отношений, когда я расставался, были с моей инициативой, это вообще, в принципе, я даже, кажется, тебе этого говорил, что это первые отношения, где инициатором расставания выступаешь ты, потому что до этого всегда выступал я, поскольку я не видел какого-то дальнейшего развития совместного. А в моей жизни расставалась всегда я. Ну, видимо, короче, схлестнулись два поезда, и типа, кто первым станет инициатором? это как этот на ютубе видосы, кто первую кнопку нужен. Вот, и после этого, нет, я сильно, честно, у меня было грустно, я это полностью признаю, но это было непродолжительное время, после я прям головой просто погрузился в работу, и сейчас, наверное, пожна плоды работы. Обычно, как, обычно это же, после расставания ты всегда зарекаешь, типа, все, больше никогда ни с кем не буду встречаться, все, типа, я должен заниматься саморазвитием, спортом, бизнесом, деньгами и так далее. И я головой ушел непосредственно на ту деятельность, которую и занимался. Как-то так. Ну, что касается меня, какой-то грусти, наверное, не было, и сожаления о своем решении, потому что, ну, в принципе, я никогда не жалею о своих решениях. Вот. Наверное, была какая-то остаточная злость, но она такая детская, ребяческая, когда ты недополучаешь от родителей должного внимания, ты начинаешь на них злиться, типа, почему ты такой, дай мне любовь и так далее. И это обычно такое у меня чувство было. Я вот психотерапию уже три с половиной года, я достаточно хорошо отслеживаю все такие моментики. вот, на почве именно расставания, то есть у меня не было грусти, но совокупность каких-то факторов, ну, здесь важно отметить, что расстались мы после январских событий, там, в феврале? Да, в феврале. В феврале, да. А январские события, после них еще как бы война началась, и все это на меня очень сильно как бы давило, и, наверное, январские события и начало войны подшатали мою психику невероятно сильно, и здесь там расставание играло супер-супер-супер маленькую роль, то есть, да, у меня была жуткая депрессия вплоть до октября 2022 года, но это не было связано с расставанием, это было связано с мировыми и страновыми событиями, скажем так, вот. Я, честно говоря, не помню какие-то были слова, вообще не могу вспомнить, все как в том, но потому что мы не прекращали общаться после расставания, ну, то есть, какое-то время, конечно, мы не общались, потому что я там закатила обиду и такая все, но потом, конечно, мы общались как просто друзья, Я помню, что вот это, кажется, месяц назад, недавно это было, у меня выдался отвратительный день, я на всех была злая и там, в общем, была ситуация, не буду рассказывать, в чем она заключалась. Ну, короче, приспичило мне доебаться этого человека и все-таки спросить, типа, почему ты был таким закрытым, почему ты вот меня добивался столько времени, когда я согласилась, как-то было холодно, я наехала на него, но Батрунас очень спокойный человек, он все вытерпел, он все выслушал, сказал, успокойся, давай завтра поговорим, я сказала, что я не буду ожидаться завтра, либо отвечаю сейчас, либо мы не общаемся, но у меня бывают такие выпадки, кто меня близко знает, они уже привыкли, что я достаточно эмоциональный человек, поэтому да. я помню последнее сообщение, там было написано, либо ты отвечаешь на этот вопрос, либо мы с тобой больше никогда не общаемся, что-то наподобие такого. Я драмаклэйт, короче, я могу иногда так сорваться на людей. А я не люблю, когда мне встают ультиматум. Я знаю, поэтому я специально сделала, чтобы позовить себя. Не, ну в целом, я могу сказать, наверное, так, что с момента расставания, ну уже так как не в отношениях, с определенной, там, не знаю, более редкой частотой, мы переписываемся по мере необходимости, когда нам что-то нужно, там, не знаю, когда какие-то рабочие вопросы у нас просто все-таки пересекается наша деятельность в некоторой степени, ну как она говорила, я тоже занимаюсь генерацией контента, введением блога и так далее. Мне иногда, допустим, нужны те или иные специалисты и у Алины есть замечательный там телеграм-канал и так далее, я тоже к ней довольно часто обращаюсь, и у нее очень много знакомых именно из медиасферы, которые мне нужны в некоторых случаях, и мы спокойно можем общаться на эти темы, вот периодически какие-то, да, выпады происходят, основанные на наших отношениях, да, вот как-то отталкиваясь от них, такие отголоски, но в целом, по-моему, все более-менее хорошо. Ну да, ну то есть как-то ровненько в этом плане, ну, выпады бывают, но мне кажется, если проанализировать все общение, то какие-то штуки это 10% с 90% нормальных, ну да. Я думаю, что маловероятно, если честно. Вообще, мне кажется, если бы мы были в одном городе, вот именно в тот момент, когда мы встречались, то была велика вероятность, что это все завершится непосредственно браком и так далее, потому что в целом у меня намерения были серьезные и долгосрочные. Мы в целом это обсуждали. Но уже если я отталкиваться от текущего момента и смотреть на перспективу в будущее, я думаю, что маловероятно, мы скорее больше такие партнеры, друзья. Такие кенты. Да, кенты, с которыми можно, не знаю, посидеть, чаю попить, покурить, поболтать о жизни, пофилософствовать. Да. Что-то такое. Скорее так. Ну, то есть уже есть более четкое понимание того, какое место этот человек занимает в твоей жизни. Вот как-то так. Да, то есть я понимаю, что после расставания у меня уже был другой парень. Ну, то есть спустя, там, не знаю, где-то четыре месяца, наверное. И я немножко пересмотрела вообще все свои отношения и я поняла тоже роль Баттера в моей жизни, что он такой надежный друг, которому можно позвонить и, допустим, поныть о маме, поныть о жизни, получить советы. Это как, наверное, больше старший брат. Ну, то есть я понимаю, что человек, с которым я сейчас встречаюсь, он, наверное, больше подходит и закрывает какие-то мои такие эмоциональные потребности и что он как-то больше подходит мне как партнер. И с Баттером, помимо озвученных как бы вещей, у нас были какие-то глобально-концептуальные различия, да, то есть у меня хоть и мы более-менее в одной сфере, но какие-то ценности, взгляды на жизнь, в каких-то вещах достаточно сильно могли различаться, я поняла, что все-таки, наверное, я не тот человек, который готов к компромиссу и Баттер тоже. Подтверждаю. Хорошо. Ну, в целом, знаешь, я, кажется, тебе это говорил, могу сказать повторно. В целом, я благодарен за тот промежуток времени, который мы с тобой встречались. Я извиняюсь, если условно, так как инициатором расставания была ты, то есть что-то я не оправдал, возможно, вот, и если это оставило на тебе те или иные какие-то следы и так далее, я за это приношу извинения, поскольку у меня тоже были какие-то ожидания от отношений, вот. И мне хочется, чтобы наши с тобой взаимоотношения продолжались в таком же формате, как и сейчас, где ты можешь мне написать, я могу так же приехать, мы можем с тобой, не знаю, можем какую-нибудь коллаборацию даже сделать в рамках каких-то будущих проектов. Ну да. Да. Ну, в целом, я хотел бы, чтобы в твоей жизни все было хорошо, и если в твоей жизни будут те или иные моменты, где тебе будет очень плохо и сложно, ты можешь обратиться ко мне. То же самое, наверное, я бы сказала. Мы вот с Батром, у нас есть похожее, то, что мы очень поддерживающие люди, своих людей мы всегда как-то поддерживаем морально и любыми ресурсами, которыми мы обладаем, и именно это и, наверное, как-то поддерживают нашу дружбу после расставания, поэтому я тоже желаю тебе всего хорошего и не знаю, я тебя прощаю, извинения принимаются, но ты все равно всегда знаешь, что я на твоей стороне и я поддержу твою работу и твои новые отношения, и твои стремления, и мы всегда можем дружить, вот, как-то так. Даже после сообщения никогда не пиши мне. Да. Окей, договорились. ты меня знаешь. Все, договорились. за вас. Не помнили, до конца. Продолжение следует...